И Волга подходит к концу, участники слегка подустали, но предпоследний день по насыщенности ничем не отличался от остальных. С утра и до поздней ночи на поляне прошло более 30 мероприятий. Самара, 3 миллиона 213 тысяч. В смене поколения добра с утра решали важные задачи. Подсчитывали численность населения регионов и думали над тем, как повысить рождаемость. К самим себе некоторые участники форума были настроены довольно критично. По моим ощущениям, молодежь нынешняя, лет до 20, слово «работать» уже как-то забыла, потому что в ВУЗы идет 100% выпускников, для них работают какие-то заоблачные дали, и они до 25 лет в принципе не собираются содержать не то что детей, а даже себя. Инфантильная молодежь, наверное, существует, но только не на Иволге. В течение полутора часов было высказано не менее 15 предложений по улучшению дипографической ситуации. Как мотивировать молодых создавать семьи и рожать детей? Увеличить пособие по уходу за ребенком? Да. Но ребят интересуют не только материальные стимулы. Они хотят получать образование, служить в армии и иметь возможность приобрести жилье. Рассматривали даже возвращение налога на бездетность, на мужчин, но отклонили. Лучшие предложения обещают проработать в Министерстве социально-демографической и семейной политики. К мороженому нет, все ежики разбежались и паровозики разъехались. В другой кофейнке нашей должно быть мороженое. Девятый день Иволге не принес новых температурных рекордов, но не принес и облегчения. В прошлом году на участников форума неделю лил дождь. В этом году их испепеляет солнце. Не спасают даже кондиционеры, установленные в каждом шатре. К изнуряющей жаре ребята приспосабливаются по-разному. Ежедневно на форум привозят около 8 тысяч литров питьевой воды. Охлаждающие напитки хранят не только в холодильниках, но и в спальных мешках. Ежедневно на форуме раскупается до 1000 брикетов мороженого и такое же количество стаканчиков кофе со льдом. Вот как видите мы очень белые. Мы спасаемся тем, что мажемся естественно солнцезащитным кремом. Обязательно просто. Обязательно находиться в тени и пить как минимум 3 литра воды. Иногда вместо лекции мы побежим в тени и на ветру. Ну зачем ты это говоришь? Это противозаконно. Есть конечно душ, но это как правило утром и вечером. Бегать туда постоянно не будешь, потому что лекции все интересные, знания получать хочется. И здесь на Иволге в общем-то есть еще один вариант спасения. Сейчас мы вам его покажем. Только минутку я отойду. Достойная зарплата молодых специалистов гарантия того, что они останутся работать по специальности. Но не только собственное благополучие интересует ребят. В этом году на форуме защищали сразу несколько проектов по созданию центров для оказания помощи бездомным. Ребята хотят быть волонтерами в детских домах, участвовать в помощи семьям в кризисных ситуациях, создавать комфортную среду для людей с ограниченными возможностями. Многие из проектов заинтересовали члена Совета Федерации всерьез. Конечно, я не есть тот волшебник, который сегодня соберет все проекты по данной секции и четко найдет механизм финансирования. Абсолютно нет. Но в этой гущу проектов всегда есть один-два, которые нужно поддержать здесь и сейчас. Есть та группа, где нужно позвонить просто, чтобы поддержали на территориях. Есть та группа проектов, которые нужно изучать. Чтобы получить грант, важно ярко презентовать свой проект. В этом году это стало возможным еще и благодаря помощи Открытой лаборатории инноваций, победителю Иволги-2014. В шатре Самара Хакерспейс всегда многолюдно. Идеи авторских проектов здесь обретают реальные формы. У всех на слуху 3D-печать, 3D-принтеры, 3D-технологии. Все знают, все считают, но мало кто видел или углублялся в это. Вот мы с целью не просто внедрить это все в массы, рассказать все, но изобрести что-то новое, свое, принципиально отличающееся от всего остального. Из экологически чистого пластика умная машина может сделать не только макет вашей идеи, но и вас самих. Отсканированное изображение обрабатывает компьютер, а затем 3D-принтер воплотит в жизнь вашу уменьшенную копию. Один из самых зрелищных проектов лаборатории – очки виртуальной реальности. Ребята сделали бюджетный вариант из картонной коробки и смартфона. С помощью такого шлема можно побороться со своими фобиями, погрузиться в свой страх. Я, например, панически боюсь высоты и высокой скорости. Сейчас мы попробуем этот эксперимент на мне провести. Саш, ты только от меня не отходи далеко, мама, мне уже страшно. Поворачивайся вот так. Так, ой-ой-ой-ой. Видно четко? Да, ой. Мало кому удается управлять своим страхом с первого раза. Оправиться от виртуального шока проще в реальном мире и Волге. Последний день форума обещает быть максимально насыщенным. К ребятам приедут российские губернаторы и министр культуры Владимир Мединский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова